Здоровье – главная ценность человека, говорит заслуженный врач из Абайкальского края Владимир Ляшев. Еще в детстве, глядя на то, как бабушка заговаривает зубную боль и грыжи, решил, что свяжет свою жизнь с медициной. Помимо этого, Владимир Ляшев в свободное время постигает азы древней китайской гимнастики Цигун. 30 минут стояния столбом улучшает самочувствие, уменьшает боль в шее и спине. Эта необычная гимнастика только набирает популярность в Забайкалье. Первая летняя смена стартовала в магаданском детском лагере Севарта. Она объединила 300 мальчишек и девчонок со всей области. Главная цель смены – построить город мечты. Такую историю придумали педагоги северного Артека. Этим летом здесь предусмотрено 4 смены. Завершающая профильная пройдет совместно с Международным детским центром Артек. Она состоится в рамках губернаторского лагеря. В Якутии готовятся к грядущим спортивным играм «Дети Азии». Юношеская сборная каждый день проводит усердные тренировки. Команду по волейболу представят 12 игроков и 3 резервных кандидата в возрасте 15 и 16 лет. Месяц назад сборная республики приняла участие в международном турнире в Уфе, где заняла первое место. В Южно-Сахалинске прошла традиционная церемония вручения премии талантливым школьникам. Городская дума ежегодно отмечает достижения учеников школ, гимназий и лицеев, которые демонстрируют выдающиеся результаты в сферах учебной, творческой, социально полезной деятельности. Среди лауреатов победители Олимпиад и конкурсов регионального и всероссийского уровня, участники фестивалей и конференций, а также лидеры детских общественных движений. На Камчатке любопытный черный пес попал в ловушку. Животное, забравшись передними лапами на подоконник, наблюдало за кошками во дворе. Вдруг лапа соскользнула и угодила в желоб между секциями радиатора отопления. Сначала собаке пытался помочь хозяин, но затем вызвал спасателей. Им пришлось использовать болгарку, чтобы распилить батарею и достать оттуда лапу напуганной собаки. В Хабаровске на улице Шевчука стартовали работы на наружных сетях водоснабжения и канализации. Срок окончания ремонта до 26 июня. Также на участке дороги установлены временные дорожные знаки, которые будут регулировать движение транспорта. Рабочие уже зашли на объект и частично перекрыли дорогу в оба направления. Для проезда у автолюбителей остались три полосы движения. Староверы возвращаются в Приморье. Это стало возможным при помощи государственной программы по переселению соотечественников из стран дальнего зарубежья. Калин Кузнецов с удовольствием работает на Приморской земле. Сельским хозяйством он начал заниматься с 13 лет, когда жил в Бразилии. А сейчас вернулся на родину и помогает осваивать приморскую землю. Молодой фермер со своей семьей останавливаться на достигнутом не собирается. Особенно сейчас, когда правительство Приморья активно помогает переселенцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова